Я хотел бы показать вам один ролик, который оказал на меня очень сильное влияние, и прокомментировать его. Это ролик, как мать, чеченская мать, отправляет своего сына на войну в Украину, на стороне России, разумеется. Едет ее сын воевать, и вот такое трогательное видео их прощания. Я думаю, здесь и без перевода понятно, что это напутственные слова. Она просит своего сына быть осторожным, возвращаться целым, нелюдимым. И в этом видео удивляет то, что эта чеченская мать, она не молодая, она видела и первую, и вторую российско-чеченскую войну. Она помнит вторжение России. И дело в том, что те солдаты российские, которые ехали нас убивать, их тоже вот так провожали их матери. Они тоже говорили им напутственные слова, прощались, говорили, береги себя, сынок, будь осторожен, возвращайся скорее живым и нелюдимым. Они тоже целовали своих сыновей, сыновья целовали своих матерей, затем погружались в поездах, военные машины, приезжали к нам и убивали нас. Эти их дети убивали нас, убивали наших детей, наших матерей, отцов, стариков, братьев, сестер. Они уничтожали наши города, они нас защищали, они нас забирали, они мучили нас в концлагерях, они сажали нас на огромные сроки. Это все творили вот эти вот дети, этих матерей, которых они к нам отправляли, точно так же, очень трогательно прощаясь с ними. Многих, конечно же, из этих детей мы отправляли обратно грузом 200, такого тоже было немало. И вот эта чеченская мать по ее возрасту, она все это помнит, она это видела своими глазами. И не прошло еще столько времени, чтобы это забыть, если это даже вообще возможно забыть, то 30 лет это не тот срок, за который можно забыть те ужасы, которые над нами творили. И вот сегодня эта чеченская мать, точно так же, как когда-то матери российских солдатов отправляли своих детей убивать нас, она точно так же в роли этой матери отправляет сегодня своего сына убивать украинцев. За то, что эти украинцы нацисты и наркоманы. А нас тоже убивали за то, что мы террористы, сепаратисты, бандиты. И опять-таки эта мать это помнит. Она помнит, что нас такие аббревиатуры на нас вешали, называли нас террористами, бандитами, экстремистами и убивали. И сегодня ее сын едет точно так же по надуманной какой-то причине убивать украинцев. Я не знаю, как мой мозг не может это переварить. Я это не понимаю. Я не понимаю, как мы докатились до подобного. Как мы докатились до того, что наши дети, наши братья, сестры, люди из нашего народа, вчера, даже не вчера, в исторических мерках, это вот сегодня утром было, нас эти чумазые российские салаги, сидя на военной технике, на броне, приезжали и убивали нас. Их самолеты бомбили наши города. Мы же помним, как при звуке этого самолета, как мы бежали в какое-то укрытие, потому что они скидывали эти бомбы, ракеты, прямо на наши головы. Мы ведь помним удары артиллерией, когда они, разместив там где-нибудь на высотках, на хребтах и так далее, свои гаубицы, как они долбили по нашим городам, по нашим селам. И мы помним, как мы гибли, как гибли наши соседи от этих ударов. Мы помним, как по нам наносили удары системами залпового огня типа ГРАД. И эти удары уничтожали пятиэтажные, двенадцатиэтажные дома в наших городах. Они уничтожали, сравнивали с землей наши села. И гибли люди сотнями, тысячами. Мы помним, как наносили удары этими крылатыми ракетами по центральному рынку, по родильному дому. И опять-таки гибли ни в чем не повинные люди, женщины, дети. Сегодня ровно то же самое они делают в Украине. Ровно то же самое, один в один. Точно такие же удары, точно такие же предлоги, ничем не обоснованные обвинения. И после каждого такого удара, как и в Чечне, они говорят, а это они сами там ударили. Это они сами взорвали свой драмтеатр, нанесли по нему удар танками. То же самое говорили и про нас. Они наносят удар по родильному дому, потом начинают искать там какие-то несостыковки. Это фейк, это специально они там что-то сняли, подстроили. Они наносят удар по объекту мирной инфраструктуры и говорят, что уничтожили там военную базу, каких-то наемников. Но ведь то же самое происходило и у нас. Они нанесли удар по центральному рынку и сказали, что уничтожили рынок сбыта оружия, черный рынок сбыта оружия. И вот эти матери, они ведь это все помнят, они ведь это знают. И как мы докатились до того, что сегодня мы должны лицезреть вот этих чеченских матерей, отправляющих своих детей убивать украинцев. Как мы докатились до такой жизни? Я понимаю, что это какие-то, ну какая-то незначительная часть из нашего народа. Я понимаю, что абсолютное большинство, конечно же, поддерживает Украину. Конечно же, все прекрасно помнит, знает, кто их враг. Но даже незначительное количество вот этих людей из моего народа меня очень сильно беспокоит. Я привык видеть кадыровцев, каких-то представителей российских чиновников, силовых структур. Я знаю, что они отвратительные люди, я знаю, что они преступники. Моя психика уже как-то адаптировалась и привыкла к этому. Но вот видеть вот так вот чеченских матерей, моя психика еще не готова. И это видео на меня оказало очень сильное влияние. Я размышляю над ним. Я сижу, размышляю и не могу понять, как это могло с нами произойти. У меня нет на это ответа. Я надеюсь, что он у меня появится. Я надеюсь, мы как-то переживем это все, что сейчас происходит. И сможем как-то рационально это все объяснить в будущем. Пока объяснить это очень сложно. Просто я испытываю какое-то непреодолимое чувство стыда, когда вижу подобные картины. Позор таким чеченским матерям. Просто позор. За то, что так быстро вы забыли то, что с вами происходило. Субтитры сделал DimaTorzok